друзья всем огромный привет сегодня хочу поработать вот с такой вот гнил это дуб он немножечко подгнил но это как раз таки то что нам и нужно это самое интересное такую корягу еще трудно найти кто-то бы выкинул и жёг а я конечно пущусь мне в дело так же давайте посмотрим ролик вам всем приятного просмотра первым делом и сейчас уберем вот эту всю трухлю она нам не нужна нам как раз нашей экспозиции сегодня пригодится теперь сразу от торцу из-под рейсмуса у нас вышла вот такая вот заготовочка вот это все я уже убирать не буду то есть я оставлю это как есть как видите дощечка вся растресканная но тем не менее я думаю что получится из этой доски классная вещь закатом я уже изготовил опалубку опалубка мне как всегда сделано так наклеена скотчем и посажено все на термоклей проверено все четко будет сейчас заготовку буду грунтовать для этого буду использовать эпоксидную смолу от line crystal она универсальная до полутора миллиметров заливочка сейчас делаем составу два к одному теперь надо все хорошенечко перемешать это я делаю за кадром переливаю туда обратно несколько раз и хорошенечко перемешиваю загрунтуем всю нашу заготовочку с двух сторон я это делаю обильно всегда красителя белого меня нету к сожалению было такое серебристый пигмент он белого цвета вроде ну даст немножко залать золотинки сейчас мы добавим смолу и перемешаем тем самым зададим не будет небольшой тон да вот как раз то что нужно теперь возьмем сами стабилизированный мог вот так он выглядит и будем делать зеленые насаждения но опять хаотичном порядке по как получится так получится потом не надо будет это добавить еще камушков теперь это все оставляем застывать полимеризоваться на сутки смола полимеризовалась теперь мы с вами у нас массив лесной есть такой немножко и будем использовать сейчас гранит так за декорируем немножко как вижу сделаю такую каменистую структуру дальше буду использовать вот такую вот смолу вот про она у нас для столов 4 сантиметра за три дня то есть это для глубоких таких заливок и она суперская подойдет нам для нашей заливки просто три дня надо будет подождать вот про у нас используется она три к одному то есть три смолы один отвердитель здесь сейчас заливаю прозрачную смолу чё на хорошо вот это вот про она выходит все пузырики толстых заливках это прям очень важный момент теперь добавляю голубенького красителя прям пару капелек конечно бы оставил такую вот смолу прозрачненькую но у меня вот в этом месте будут вырезаться потом и я боюсь что это прозрачность не выйдет боком поэтому добавлю немножечко пигментные пасты такой вот голубенькой и заливаем ее по центру сейчас залью сверху прям прозрачной смолы прям предельно аккуратно друзья наша заготовочка полимеризовалась застыла смола немножечко как видите вот здесь вот ну вышло немножко пигмента синего ну от этого я был не застрахован разбираем опалубку сейчас пропустим нашу заготовочку на таком на барабанном шифровальном станке товаре в 0605 так плоскость мы задали у нас плоскость это и ровно и так друзья заготовочку наш зажал на стрейдером чп ушки это у нас ватсон 6090 официальный представитель в россии это лазеркад для меня это будет такая самая тяжелая наверно первая работа хотя это на самом деле будет всего лишь гравировочка надо будет сделать окантовочку выбрать углубление но я это буду делать впервые программ можно записать на сам пульт что мы будем делать либо можно прям с флешки я буду прям с флешки ну нажимаем окей приятно смотри за тебя кто-то работает задал программу на самом деле глаза боятся главное разобраться в программе то что ты задал программе то и будет делать это чп ушка все самое главное в программе нужно разобраться и ничего страшного не произойдет а и Продолжение следует... Нам нужно залить сначала цифры. Цифры будем делать серебром. Друзья, за кадром я, в общем, сделал в итоге золотом. Серебром мне не понравилось, как оно смотрится. Убрал все и залил золотом. Сейчас все опять же на барабанном шлифальном прошелся. И теперь еще при помощи орбиталочки пройдусь немножко подшлифую. Все это хорошенько обезжирил. Сейчас опять вот такую смолу экстра размешал. И буду сверху заливать. Я не делал это при помощи лака. Сейчас мы вот так вот нальем. Нанес я не абразивные пасты и немножечко при помощи такой полировальной машины полирнул. Ну, это прям чуть-чуть придам лоско. Теперь берем часовой механизм и устанавливаем на его законное место. И выставляем стрелочки вот такие вот интересные деревянные. По итогу имеем с вами вот такую вот красоту. Декоративные часики. Сейчас батареечку поставим на стенку, повесим. Смотрится шикарно. Друзья, но в итоге мы имеем вот такие вот симпатичные часики. Мне они очень понравились. Я думаю, получилось довольно-таки достойно. Если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить лайк. Поделитесь с друзьями, со знакомыми. Пускай посмотрят тоже. Все-таки сделано своими руками, приносит огромное удовольствие. Так что, если понравился ролик, палец вверх. Пишите ваше мнение. С вами же я не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok